Участники Майдана приняли решение освободить некоторые занятые ранее государственные учреждения. Так вернули захваченные ранее здания Министерства юстиции Украины. Днем в среду члены организации «Спильно справа» начали покидать здания Министерства агрополитики. Не обошлось без некоторой конфронтации между представителями различных оппозиционных организаций, но в итоге компромисс был достигнут. Освобождать здание пришла народная дружина Майдана и народные депутаты. Оппозиция просто берет под контроль это помещение для того, чтобы здесь не было других провокаций. И для того, чтобы в более комфортных условиях вести очень тяжелые переговоры с действующей властью об освобождении фактически заложников, тех людей, которых действующая власть в Украине держит в тюрьмах и использует их как аргумент в переговорах. Занявшим здание членам организации «Спильно справа» предложили перебраться в украинский дом, а здание Министерства освободить для работы чиновников. После непродолжительных переговоров между депутатами и членами «Спильно справа» согласие было достигнуто, и протестующие начали выносить вещи и покидать здание. В ответ оппозиционеры ждут властей освобождения арестованных на Майдане людей. На сегодняшний день есть 40 людей, которые уже освобождены. Порядка двух сотен, которые сейчас ждут соответствующего решения. Если мы нормально координируем свои действия с разными группами, сотнями самообороны, то прокуроры получают от генерального прокурора указание освободить наших людей, как минимум по домашней арест, чтобы дальше пойти на закрытие криминальной справедливости. Освобождая одно за другим государственное здание, оппозиция тем не менее не собирается отказаться от дальнейшей борьбы. Протестующие готовы стоять на Майдане до отставки президента Януковича и прекращение преследований участников протестов.